У нас продолжение выставки по арту этого художника. Он изрисовал вчера ночью, здесь всю ночь был, изрисовал все стены, где он написал свою коронную основу, любовь. Love is in the legs, just run with it. Боже мой, это вообще чудо чудесное, ужасно. Доброе утро всем! Сегодня у нас среда, и сегодня у меня намечается грандиозный день. Но прежде чем начать в грандиозный день, я начинаю это утро с завтра. Завтрак мне сегодня понадобится, потому что после этого я еду в офис менять свои права. На завтрак у меня мой любимый bagel, cream cheese, красный лук, Capers и Salmon, и, конечно же, кофе. И, конечно же, рядом мои собаки, которая просыпается все время вместе со мной. А Кэтрин у нас еще дрыхнет. Кэтрин брыхнет, потому что вчера мы с ней вечером ездили в парк, в food trucks. Не снимала ничего, потому что, в принципе, там ничего нового не было. Хотя были эти траки совсем уже, можно сказать, другие, чем в прошлый раз. И было намного хуже, чем в прошлый раз. По выбору, я имею в виду. Я себе взяла какой-то итальянский chicken parmesan, а Кэтрин себе какой-то бургер там взяла. В общем, в прошлый раз нам нравилось больше. Я ехала с надеждой туда, когда хочу скушать gyro. Это греческая, как она называется. Греческая шаурма, назовем так, да. И их там не было. Видимо, они меняются каждый вторник. Вот. Съездили туда, покушали, погуляли. Кэтрин потом каталась на своем скейтборде. И приехали домой. А, прежде чем мы приехали домой, мы заехали в Майклс. Мы успели заехать до 9 вечера. И купили канвас. Кэтрин будет рисовать. И я буду рисовать. Потому что, потому что, потому что, в самом начале видео этого вы, наверное, видели. Я вам показывала снова отрывок из отеля, где выставился новый художник. И не только я, еще другие люди я спрашивала, считаете ли, что вот этот художник талантливый. И все сошлись в Единамине, что такое искусством назвать нельзя. Где все картины, по чему, что просто написано, love is a risk. Love is the risk. Все, ничего там больше нет. И все сделано то же самое. То есть писала вот этим же слоганом. И я решила, я хочу взять себе канвас и начать рисовать. Потому что я раньше рисовала, я любила рисовать. И меня просто не знаю, вот так вот, почему-то так это напрягает. Кажется, почему вот люди считают это артом? Это совершенно, мне кажется, неталантливый человек. Намного столько художников, талантливых, реальных художников. И посмотрите вообще, во что превращается мир. То есть сейчас каждый может стать талантливым художником, знаменитостью, моделью. Насколько поменялся наш мир. Если раньше вы хотели стать моделью, вы должны были там всякие агентства ходить, столько всего проделывать. Сейчас просто выставляете фотки в Инстаграм, и вы уже модель. Если вы раньше, чтобы стать популярным, вы должны были там учиться, вы должны были там работать в разных местах, набираться опыта, то сейчас вы можете стать популярным буквально за один момент, выставить какое-нибудь видео в YouTube, и вы станете популярным. То же самое я наблюдаю сейчас это с искусством. Если вы хотите стать популярным художником, начеркайте что-нибудь на бумаге. Главное, чтобы у вас было много подписчиков, и вы популярный художник. Я спросила, как можно... Я спросила у людей, которые вот как раз-таки выставляют этих художников, как можно выставиться вот сюда в отель. Выставить, допустим, у меня есть знакомая, которая хорошо рисует, у нее очень классные картины. И как она хочет, если она захочет выставить, сколько вы за это берете. Она говорит, мы ничего за это не берем. Мы сами просто выбираем художника, с ним связываемся, если он нам понравится. И самое главное, чтобы у него было много followers. Понимаете, о чем я? Просто в отеле интересно то, что если у него есть много followers, эти followers будут приходить в отель, приносить бизнес. Вот, все взаимосвязано. И не важно, талантливый ты или нет. Что вы вообще думаете? Напишите в комментариях по поводу вот этого талантливого художника. Читайте, вот что это талантливый художник. Ладно, я завтракаю и едем в DMV. Где мы проведем несколько часов. Наш бассейн закрыт, потому что здесь у нас стоит огромный-преогромный кран. Что они там делают, я не знаю. Но это не важно. Мы с вами идем сказать доброе утро океанах. Вот такая у нас сегодня красота. Теперь я понимаю, почему у нас парковка вся просто забитая переполнена. Потому что на этой стороне парковка кран где стоит. Там у нас в валер паркинг. И сейчас он закрыт. И все паркуются вообще, где найдутся. У меня второго утра было сложно выбрать заправиться с парковки. Просто там все было заплакировано. Поэтому моя машина сегодня была в валер паркинге. Очень, пожалуйста. Просто не стойте. Видели эту линию? В общем, эта линия для тех, кто пришел сюда, у кого нет аппоитмента сюда. То есть ты стоишь и ступо ждешь. У тех, у кого есть аппоитмент, другая линия. Она в четыре раза поменьше. Моя поднялась в 10.45. Она сказала, что я пришла туда рано. И сказала вернуться туда в 10.45. Я думаю, что в 10.30 я туда вернусь. И уже пойду вовнутрь. Пока покупаю машине, скажем так. Может быть, послушаю какую-нибудь аудиокнигу другую. Потому что вторую я уже закончила. И пойду туда. Было написано... Вообще, давайте расскажу вам, как получать драйвый лайсенс здесь. То есть я уже... Драйвый лайсенс во Флориде, во всех штатах по-разному. Есть такие штаты. Я имею в виду, что на 20 лет. Во Флориде лайсенс даются на 8 лет. И они заканчиваются в день вашего дня рождения. Кстати, на следующей неделе, в пятницу, в мой день рождения. И как раз-таки поэтому мой драйвый лайсенс, мои драйвый лайсенс заканчиваются. Водительские права. Я думала, что они автоматически как-то обновляются, как кредитная или дебетная карточка и присылаются вам по почте. Но нет. Хорошо, что я об этом догадалась. Месяц до того, как мои права должны... Потом я думала, я знаю, что когда я переезжала, когда у меня были права, я меняла адрес два раза. И я меняла этот адрес онлайн без проблем. Но сейчас они видели, видимо, какие-то новые законы или что. Я не знаю. Я пыталась сделать это онлайн. И мне сказали, что вы должны прийти лично, так как вы уже использовали свой шанс, когда вы меняли адрес онлайн. Поэтому вы должны прийти лично и сделать это в офисе. В общем, там разные случаи, если вам не дается. Либо вы уже делали онлайн, либо там у вас какие-то неоплаченные тикеты, либо какие-то проблемы. Я думаю, у меня, наверное, что-то неоплаченные тикеты. Там какую-нибудь парковку. Либо там я проехала... Я помню, в хайвэе проезжала, в Саннибелл. И там у меня... Я забыла заплатить. Я давай искать, все рыскать. Нашла, заплатила. Не знаю, может быть, что-то не нашла. Вот, но это, видимо, новшество такое, что если вы не обновляли онлайн, вам нужно идти и делать это лично. Вот так вот. Адрес у меня тот же, все, в принципе, вся та же информация. Но мне написали, что с собой нужно принести. Что с собой нужно принести было... Либо, то есть, документ, подтверждающий ваше здесь нахождение. Это либо свидетельство о рождении, что вы американец, либо грин-карт, либо виза или что там какая-то, кого-либо, что вы ситизен. Вот эта бумажка. Я принесла эту бумажку, потому что паспорт у меня никак руки не доходит получить. Вот. Также нужно два письма, два подтверждения вашего адреса. Я какие письма нашла с тобой, сроки взяла. У меня их там штук 10, наверное. Там один из банка, один из кредит-карт, один из моей машины. Регистрация, кстати, регистрацию тоже каждый год я обновляю, либо два раза в год на машину. Стоит она 87-88 долларов, кому интересно, регистрация машины на год. Такие маленькие наклеечки вы клеите себе на номер, и где написано год. Когда вы это делали. То есть нужно это делать каждый год. Если у вас этого нет, то будет вам штраф за это. У меня есть время. Тоже эксперт, заканчивать свое действие, когда у вас день рождения. Но я это сделаю онлайн. Я могу, в принципе, сегодня, сейчас здесь это оплатить, и мне пришлют новую регистрацию. Но я это сделаю сама онлайн. Это я могу сделать онлайн. Хоть что-то. Вот. Что я еще с собой взяла? Регистрацию, какие-то там из банка, какие-то еще бумажки я там нашла. В общем, что только я не нашла, не принесла. Сейчас посмотрим, мне кажется, даже ничего спрашивать не будут. Те, кто в первый раз получает, вот сейчас сидела со мной женщина возле меня рядом, она принесла свои... Она получает права этого штата, не знаю точно. У нее было какое-то свидетельство о рождении, и ей сказали, что она должна привести свидетельство о замужестве. Не знаю почему. И она ушла и поехала домой за этими бумагами. Не знаю, не знаю почему. То есть, скорее всего, что когда в первый раз вы получаете права, либо вы переезжаете или с другого штата, то нужно приносить больше бумаг, и это больше головной боли, чем... нежели когда вы живете здесь и просто меняете. Но все равно головная боль, она сейчас, я меняла онлайн, сейчас нужно приезжать сюда. Прикол такой, я встала туда, в конец очереди стою, я говорю, ну что, это очередь, здесь все по appointment, и там мужичок мне сказала, нет, это без appointment, и это просто... Тебе приходят, у кого нет appointment. Я говорю, где очередь с appointment, мне показали, я пришла туда спереди. Вон, кстати, женщина, которая за мной стояла, немножечко очередь сдвинулась даже. Так что не все так плохо, ну потому что, когда проезжаешь, здесь постоянно очереди народа и все такое. Здесь, кстати, можно даже, мне кажется, сдавать... Да, здесь я сдавала в этом офисе тест на вождение, который в компьютере. И также, я думаю, здесь где-то можно сдавать и на вождение, который тест уже... Потому что я видела, там женщина как-то показывала, выезжай туда, выезжай сюда, да, да, driving test, да, вот там у них стоят машины, срезы все вижу. Вот такие вот дела. Видимо, сегодняшнее мое видео получится просто одна болтовня, но мне столько нужно с вами поделиться, рассказать, чем показать сегодня. Поэтому вот такое видео. после drive license я бы хотела, если у меня это не займет два часа, но я думаю, что у меня это быстро займет. Я бы хотела заехать здесь рядом из салона к тебе, где я раньше делала ногти, сделать ногти, и потом на обратном пути, там же, на той же пласте я хотела пообедать, и на обратном пути заехать, где мне делали машину, чтобы они мне посмотрели, что у меня сзади не работает вот эта штука, что у меня камера отключена, видимо, они просто отсоединили что-то и не подключили. Так что нужно будет заехать и сказать, ну-ка быстренько подсоедините мне все обратно. Что я хотела сказать по поводу последнего видео? Комментарии, опять говна, столько полилось, позже мой. Видео ни о чем, бла-бла-бла. Вообще, это влог, это мой влог, где я показываю свою жизнь, то, что происходит со мной, и мне просто захотелось высказать свое мнение по этой ситуации, по этой ситуации с этим мальчиком, на который на передачу я натолкнулась. И я не понимаю, что высказывать свое мнение на своем канале это запрещено, или это я не понимаю вот этого. Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на свободу слова, где каждый имеет право говорить то, что он думает. И я высказала свое мнение по этой ситуации, и ничего плохого я в этом не вижу. На меня поделись какие-то обвинения, да ты такая, да такая, это как ты имеешь право, как ты имеешь право. Каждый имеет право высказать свое мнение. И мне просто захотелось обсудить эту тему, потому что это реально серьезная ситуация, которая происходит в России, как раз таки вот с этой, я не знаю, как называется, когда все можно замять просто. ты хочешь хайпануть на мальчике, зачем? Если бы я хотела хайпануть, я бы сделала вам видео и назвала его большими буквами коронавирус. Это хайп сегодня. Хайп сегодня это коронавирус. По всему миру причем, а не дело мальчиков, которые происходят в России, которые другие страны даже не знают об этом, которые не русскоговорящие, я имею в виду. А коронавирус это почти что везде, во всех странах, на любом языке. Вот где-то. Но я почему-то такое видео не снимаю, потому что, наверное, мне неинтересно хайповать. Не знаю. Ну, люди гораздо, конечно же, выводы свои делать, так что кто-то не понял, кто-то случайно зашел и делает свои первые выводы. Ну, так всегда бывает. Это тоже можно понять. Тоже помню, как-то у меня были до этого видео. Те люди, которые меня вообще не смотрят, кто меня совершенно не знает, случайно натыкаются на мое видео и начинают поливать грязь. Вы меня не знаете, вы вообще зашли случайно на мой канал, ищу меня и засаживать. Поспешные выводы тоже, мне кажется, не нужно делать по какому-то одному видео. Что ты там пытаешься, это третье, десятое. Полный bullshit. Извиняюсь за выражение. Мне бы в моем очереди меньше становится. Но это неважно, у меня очередь по аппортменту и она не такая уже большая, так что я не переживаю. Главное, сейчас еще полчасика здесь поторчать и уже пойду. Может быть, у меня выйти. крон. Ну что, ровно час я провела 11.45, 10.45, я зашла туда даже, 10.50, и сейчас у нас 11.45, и я вышла отсюда. Так, сейчас мне приходится смотреть вот так вот, потому что не работает, к сожалению, моя камера, поэтому мы двигаемся вот так вот. Птицы насрали мне на стекло, но так удачи, поэтому я не переживаю. Рассказываю. Права я уже получила, по почте ждать ничего не нужно. Сколько стоит получить права? Когда ты получаешь новые права и когда ты получаешь обновляешь их, это стоит 48 долларов, так что это не бесплатно, как я думала, к сожалению. 48 долларов с меня взяли, если ты заполняешь на права уже после того, как они закончили срок годности, это у тебя будет на 15 долларов больше. Заходишь, значит, сначала подходишь вот здесь в геопойт, но все быстро было, ничего такого ужасного и страшного. Заходишь, женщина стоит у входа и говорит, зачем ты пришел, я ей говорю, ренюрову, драйву, лайсенс, ренюрову, она тебе дает бумажку, где она пишет время, на сколько ты, у тебя твоя пойма, и зачем ты пришел. Вот, после этого ты заходишь вовнутрь, там стоит первая очередь, подходишь, туда, я опять спрашиваю, зачем ты пришел, ты говоришь, зачем ты пришел, тебе дают уже электронный билет с номерком, дальше ты садишься, садишься и ждешь, ждешь, пока назовут твой номерок, называют твой номерок, ты подходишь, там этих 14 маленьких кабинок или какой-то офис, или что-то, подходишь туда, что ты там, значит, она мне сделала на глаза тест, сказала прочитать строчку такую-то, я прочитала, проблем у меня это не вызвало, дальше фотографируешься, фотка, спрашивает, что-то у вас изменилось, это такой же адрес или другой адрес, или у меня то же самое, или что-то изменилось, только изменилось то, что я теперь гражданин страны, и она попросила у меня сертификат гражданства, то есть, я дала сертификат, она это сфоткала, по адресу она у меня ничего не просила, но я думаю, если бы я переехала, поменяла адрес, то тогда, скорее всего, они бы вас с вас взяли, спросили бы что-то подтверждающее ваш адрес, но у меня этого нет, я не переезжала, мне это не нужно платить, все, это буквально пару минут заняло, где она меня сфоткала, сделала на глаза свои эти тесты, сейчас хочу, возвращаюсь туда, где мне мою машину ремонтировали, чтобы они посмотрели, вот, она берет ваши права и сбоку обрезает, фотографии предлагает для вас, и, кстати, старые, права и новые, права выглядят по-другому, так что я вам положу и старые, и новые, и выложите свой номер, просто я, чтобы, ну, в мерах безопасности, понимаете, вот, все, она говорит, иди к кассиру, оплачивай 48 долларов, все, я говорю, через сколько мне придут права, потому что раньше, когда я их заказывала, они приходили по почте через неделю, я боялась, что они за меня закончатся на следующей неделе, и вдруг они у меня не придут, она говорит, прямо сейчас их получишь, заплати, прямо сейчас получай свои права, что ты переживаешь, я говорю, серьезно, я говорю, да, все, я пошла к кассиру, оплатила 48 долларов, старые права я тоже оставила себе на память, они мне не нужны нафиг, и она сказала, садись и ждите, буквально 2 минуты позже, принтер распечатал мои права, она дала мне мои права, мы попрощались, и я ушла, поехала домой, в общем, что я хочу сказать, мой, мой, сказать, то, что я думала, будет там, и на самом деле, совершенно не совпало, когда просто ты проезжаешь мимо этого здания, там постоянно стоит очередь, какое такое старое, смуглое, страшное здание, мне казалось, что там полный пипец, как в любом государстве, на месте, нужно сидеть там 2-3 часа, злые тетки там работают, нет, совершенно нет, я, видимо, совершенно забыла, что приходит по Эпойтману, я не понимаю, почему люди не делают Эпойтмент, если нужно стоять в очередь 2-3 часа, вот, совершенно все было быстро, даже быстрее, чем у доктора на приеме, люди были очень все вежливые, очень, внутри было чисто, не даже не пахло, как в государственном месте, кто знает, он поймет, о чем я говорю, что за запахи в государственных местах, я не знаю, какой-то хлор, или чем это пахнет, в общем, все было быстро, легко, и просто, таки водила, ну что, я снова вернулась в это место, еще жду мужичка, который меня тут заремонтировал, чтобы он шел, смотрел, что он не натворил с моей машиной, конечно же, наша дорогая мастера нет на месте, он будет он сегодня только после двух часов, но у меня нет времени ждать, сидеть здесь за 2 часа, когда же он прибудет, поэтому он записал мои номера, она записала моего телефона, и когда он мне позвонит, мы договоримся уже, когда я смогу подъехать и увидеть его, чтобы он посмотрел все, что он сделал, через одно место, вот так вот, 12 часов, на ногти я уже никакие не поеду, у меня голова болит уже, знаете, в одном месте сидеть, ждать, в другом месте, в третьем месте, и вообще я хочу кушать, поэтому мы сейчас едем с вами домой, кушать. пришел заехать в магазин АКМА, и мне женщина опять отдавалась в машину, мне опять повезло, заехать сюда и дать купить кое-какие продукты, и кушать дома, вместо того, что зайдет где-то непонятно куда. Ну, что здесь у нас интересного есть, не знаю, взяла арбуз, манго, помидорки, подойдет салат, узнала рецепт того салата, который я давно хотела сделать, с кейлом. Вот что я хочу взять. Черки-черки для Кэтрин, мне очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok